Учреждения региона привыкают работать с учетом ограничительных мер. Новгородский музей-заповедник рассказал, как проверяют QR-коды при организации выставок, экскурсий и других мероприятий для населения. Для того, чтобы обогащаться интеллектуально и духовно, новгородцам теперь тоже необходим QR-код. И это уже стандартная процедура. Охранник проверяет ваш электронный пропуск и паспорт. Только после этого можно купить билет в кассе. Мы в первую очередь столкнулись с тем цифровым неравенством, о котором давно говорят. Сейчас это стало как никогда очевидно. Потому что далеко не у всех людей, даже вакцинированных, есть личный кабинет на госуслугах. То есть приходят посетители, предъявляют бумажную справку из поликлиники с треугольной печатью. Но такая справка не является пропуском в музей. И если новгородцы все-таки могут завести себе учетную запись на госуслугах и получить код, то что делать с иностранцами вообще непонятно. Для них двери наших музеев автоматически закрываются. Я приехал в Великий Новгород, давно хотел побывать в музее. Но, к сожалению, поездка, похоже, закончилась неудачно. Потому что правила внезапно поменялись. И теперь мы уже не приветствуемся здесь. Поэтому пришлось, как говорится, удовольствоваться обходом территории. Как говорят сами работники музея, в таких ситуациях у них обливается сердце кровью. Ведь они вынуждены отказывать преодолевшим немаленькие расстояния туристам в экскурсиях в зданиях музея. Остается подождать, пока четвертая волна схлынет, и культурная жизнь вернется в привычное русло. Редактор субтитров А.Семкин